Итак, внутренний блок, если у нас без пульта родного, берем универсальный пульт с Алиэкспресса, настраиваем его по инструкции, и в моем случае все нормально работает. Приступаем к следующему этапу. Для того, чтобы вода холодная подавалась туда только тогда, когда это нужно, соответственно, когда остудил воздух в квартире до нужного диапазона, установленного на пульте, нужно как-то прекращать подавать сюда воду. Для того, чтобы перекрывать непосредственно подачу водой, 12-ти вольтовая такая вот релюха есть. Она обязательно в нормально закрытом состоянии, нам это надо обязательно в нормально закрытом для наших целей, потому что мы настраивать будем, брать питание 220 от питания наружного блока. То есть вот здесь вот есть датчик температуры, ну и здесь вот есть датчик температуры. В общем, у него есть алгоритм работы, когда здесь температура слишком высокая на входе, да, то есть это команда для... Это кондиционер понимает, что нужно охлаждать, а чтобы охлаждать, нужно включить компрессор наружного блока и вентилятор. Здесь есть, соответственно, разъем на компрессор, на вентилятор там и здесь, по-моему, вход. А, и четырехходовой клапан. Вот три выхода. Так как у нас внутренний блок, он управляющий, он не будет ругаться на отсутствие наружного блока. Понаружный, он просто второстепенную роль выполняет, он подчиняется тем командам, которые выдают здесь. То есть когда у нас слишком тепло, подается питание, в моем случае, вот на этот вот разъем. Здесь вот есть схемки, можно, в принципе, разобраться там. Здесь я это понял по плате. То есть это должен быть силовой разъем обязательно, и, скорее всего, это на крупной рулюхе. Вот здесь вот такая. А что делаем дальше? Здесь берем два провода на клеммах, мы эти два провода протащим сюда, и здесь у нас будет тоже с Алиэкспресс блок питания 12-ти вольтовый. Работает он от 220 вольт, стандартные блочки, они там рублей 150 стоят. И запитаемся отсюда. То есть когда слишком тепло, он подает 220 сюда, открывается этот клапан, потому что он нормально закрытый, и вода пошла. Пошла вода, идет, идет, вентилятор работает. Как только уже хорошо остудил, ток воды отключается. Сам проток воды в моем случае будет регулироваться регулировочным вентилем в санузле, изначально, чтобы много воды не текло лишнего. Следующим уже этапом будет подсоединение медных труб его к полипропилену. Значит, как перейти на пластик с медной трубы? На семерках кондиционерах здесь даже не десятая труба, а ниже, по всей видимости, восьмая. Здесь я купил шланг кислородный 9 мм в диаметре. Он хорошо сюда заходит без натяга, здесь обычно хомутом стягиваем, и все нормально. Здесь еще тоньше, пятерка или шестерка, там четверка или даже. Тут пришлось оставлять тот переходник с резьбой, который идет на соединение с трассой медной, и прямо на него насаживать эту трубу. Тоже отлично насаживается, там уже хорошо с натягом, и точно так же стягивается. Значит, подача, соответственно, через электромагнитный клапан, точно так же затянута на хомуты. И здесь, это пока временно, сейчас я буду проверять герметичность теплообменника. Все, дальше пойдет вот так. Обратно слив, это пойдет через потолок, вот этот шланг. Эта подача пойдет через потолок тоже шлангом. Потом уже на чердаке будет переходить на полипропилен. И так можно соединить любой диаметр труб. Просто подбираем шланг диаметра и подбираем штуцер на шланг. И все. Так, проверяем работу электромагнитного клапана. Значит, вот к этим выходам подключена стандартная вот такая вот фигня. Блок питания 450 мА. Заявлено. При этом на самой крыльюшке видно, что указан вот 1 ампер. Вот в конце. Вот здесь. Но она открывает и закрывает даже от этого блока питания. Здесь поток воды максимальный. Он, конечно, на рабочем режиме будет меньше. Это слишком большой расход. Теперь проверяем. Значит, вот на пульте на универсальном установлен 21 градус. Он датчик смотрит вот здесь. Вот он. Но так как у нас на улице сейчас жарко. 27-29 градусов. Может, сейчас уже вечер. Сейчас посмотрим на его отключение. Вот светодиод горит. И мы здесь будем сейчас повышать. Вот так повышаем, да? Вот уже убавил обороты. На этом, в метеатре. Ждем, пока закроет рюлюшку. Ну, вот и закрыл. Отключен. Шланг перестал пить воду. Работает он с некоторой задержкой. После включения питание подается буквально через минуту где-то. Но и здесь тоже, наверное, минуту подождали. Может, секунд. 30-40. Да. При автоматическом режиме вентилятора он убавляет температуру, убавляет обороты. Ну, логику тут работы нужно еще посмотреть. Вот. Сейчас будем собирать и приводить нормальный вид. Вот что получилось в итоге. Значит, здесь наши трубки. Соединение шлангов. И подключенный электромагнитный клапан. Я его, наверное, закреплю вот так. Сливной шланг. Его не было. Кондиционер куплен бэушный. Так что пришлось самому городить. Это слив от стиральных машин. Значит, здесь 20-й диаметр. Тут вот. И он только на больших кондиционерах. А здесь был 16-й. Пришлось кусок резины. Вот такую вот резину на 16-ю. 16-й шланг, короче, вставлять. Сюда сначала я вставил. И потом он как раз аккурат подходит. Вот сюда. И вот так раз насадил. И получилось хорошо держится. Все. Теперь вот это все готово. Сейчас я буду вешать. И там уже пробивать отверстия в потолке и в стене. Дальше покажу, где. Вот как это выглядит уже в готовом виде. Он висит в зале. Справа питание. Слева слив конденсата. И вода. Подача и обратка, соответственно. На подаче установлена та самая релюшка электромагнитная, которая включается и отключается. Единственное, что здесь можно было бы сделать, это поставить короб, кабель-канал, и упаковать шланги в утеплитель, чтобы они не потели. В остальном все отлично работает уже два года. Он, конечно, охлаждает не так сильно, как стандартный, но тем не менее он спасает от жары нормально. Нормально. Спасибо. Спасибо.